Продолжение следует... Именно профессиональный глаз архитектора может позволить вычленить из этих вот, казалось бы, канавок, ям, глубоких и неглубоких ям, различные формы построек, различные типы построек. То, как эти построеки могли быть организованы, как они могли существовать, тем самым восстанавливая нам внешний облик и внутренний облик планировки тех усадеб, тех дворов, тех живых и хозяйственных построек, которые составляли, собственно говоря, сами селища того населения, который проживал здесь в XII-XIV веках. Поэтому вот мы постарались даже здесь немножко изобразить, как происходит сама реконструкция подобного рода объектов, с тем, чтобы было понятно, что действительно мы не высасываем это из головы, а действительно это все имеет научную базу, научную подоснову и действительно развивается по своим законам, законам архитектуры. Надо сказать о том, что средневековое население Куликово поле, оно проживало в брелинчих домах, леса им хватало и, соответственно, крыши могли быть и такими, и соломинами могли крыться и гонкой, потому что, опять-таки, в древесном материале у них не было. Все эти постройки были живые, постройки наземные. Мы хорошо знаем о том, что печи были глинообитные, в отличие от более северных регионов, где были установлены печи Каменки, у нас были глинообитные печи. Печи были очень небольшие по размеру. Если вы приедете к нам на Куликово поле, всего монастырочного, музей, археологический музей, вы там увидите подлинную печь, вырезанную из земли, которая была найдена на доме средневековых селища Куликово поля. Вы видите, какая она маленькая. То есть такая маленькая печь могла протопить только самые небольшие объемы зимой. Поэтому сами дома были камерными, очень небольшими по площади. Но имеется в виду, живые там, где ночевали, там, где спали, поскольку были холодные части, холодные части избы. Поэтому вот, если мы с вами попротопили, я просто подобрал фотографии, которые, ну, как бы, в основном отражают тот внутренний облик тех самых наших, так сказать, построек, которые существовали тогда на территории Куликово поля. То есть, вот, собственно говоря, сам набор был достаточно типичен для крестьянской деревни, как развитого средневековья, так и поздно средневековья. Это был набор из надворных построек, а их было достаточно много. Это были живые постройки, еще раз повторяю, это были наземные срубные дома с небольшими глинобитными печалями. Ну, соответственно, были сараи, ледники, погреба, зерновые ямы, загоды до скота и так далее. Это все, что сопутствовало непосредственно крестьянскому хозяйству, так сказать, во все времена, независимо от того, в какое время крестьянская усадьба существовала. Чем жили на Куликовом поле? Конечно же, самым главным занятием, если мы с вами посмотрим на диаграмму распределения занятий на Куликовом поле, это было хлебопашством. Две трети времени, которое тратило население Куликово поле, это тратило, прежде всего, на выращивание хлеба. Главное, это основное отрасли хозяйства средневекового человека на Куликовом поле. Понятно, что те черноземы, которые там существовали, существуют поныне, и сейчас они дают прекрасные урожаи. Можете себе представить, какие урожаи давали тогда, когда эти черноземы были еще не истощены, они еще были, так сказать, свежими, были целинными. Ну, из других, на втором месте, естественно, скотоводство, поскольку это продукты питания, рыбная ловля, ну, примерно 10% занимали домашние ремесла и промыслы. То есть, вот структура сельского хозяйства, она была достаточно понятна и стандартна для этих регионов. Надо сказать о том, чтобы понять о том, чем занимались люди на Куликовом поле, археология привлекает целый комплекс других наук. Ну, это прежде всего, если мы говорим с вами о сельском хозяйстве, то это методы остеологии. То есть, остеология – это наука, изучающая костные останки, останки животных, прежде всего. И карпология. Карпология – это наука, которая изучает остатки зерен, остатки, так сказать, тех фрагментов, так сказать, растений, которые сохранились в земле до нашего времени. В основном, конечно, это зерна. Поэтому археологи, когда проводят свои раскопки, они не только собирают все те находки и фрагменты керамики, которые они находят при своих исследованиях. Но тщательно отбирают и весь костный материал, который находят на месте своих раскопок. А также, так сказать, стараются промывать, просеивать грунт, ну, в основном, в тестильных участках, с тем, чтобы отобрать пробы зерна, сохранившегося зерна, для последующих исследований. Ну, что мы можем сказать о земледелии? Надо сказать о том, что, действительно, в XIV веке на территории Куликового поля земледелие велось уже не просто там бараной с околадкой, не только, так сказать, с охой. Но это были уже сложные, составные, очень интересные пауги с лемехами. Вот, об этом свидетельствует одна из находок, которая была сделана на территории одного из силищной реки Непрядло. Это был найден, так сказать, пужный нож. Пужный нож, это как раз действительно была, так сказать, деталь, сложность составного плуга, который действительно был очень производительным, но в то же время достаточно сложным в изготовлении, в обработке, в использовании. Но это еще раз свидетельствует о том, какой уровень имело сельское хозяйство на территории Куликового поля шесть веков назад. Ну, очень много свидетельствов, которые мы находим во время раскопок. Это, прежде всего, конечно, и серпы, это и, так сказать, различные части каменных жерновов, на которых, наручных жерновов, на которых молвали зерно. И достаточно очень много таких, достаточно стандартных объектов под названием зерновые ямы. Что такое зерновая яма? Дело все в том, что это была такая достаточно древняя традиция хранить зерно. Не просто, скажем, там в сусеках, то есть в таких деревянных ящиках, коробах, которые складировались в сараях или в каких-то живых комплексах. Ну, вот вырывали такие достаточно большие ямы, так сказать, в суглинке. Стенки этих ям очень часто прокаливали. Для чего это дело? Это дело для того, чтобы мыши не прогрыли стенки этих ям и не попортили зерно. Сверху, так сказать, над этим колодцем, таким своеобразным колодцем, создавались такие деревянные перекрытия, чтобы осадки не затекали в эту яму. Эти ямы достигали глубины полтора, а в районе двух метров. Как показывает практика, в таких ямах могу храниться от двух до трех тонн зерна. При этом, это, как правило, стандартные, так сказать, зерновые ямы существовали, было до пяти, шести, до семи ям, находилось на территории одной сельской усадьбы. То есть, можете себе представить, какие запасы зерна хранили в этих ямах. Ну, естественно, это зерно шло не только на пропитание, только на посевное материало. Это зерно шло, прежде всего, на продажу. И когда археологи начали изучать само Куликово поле, они были страшно удивлены тем, что достаточно очень богатая материальная культура оказалась у местных крестьянтов. Они себе могли позволить в массовом масштабе, так сказать, стеклянные браслеты киевского производства для своих женщин, для своих жен и сестер. Они могли себе позволить красивые, паянные медью, цилиндрические замки. Они могли себе позволить золотардынскую поливную посуду. По тем временам уж роскошь была. Поэтому, действительно, если мы говорим о той жизни, которая была на Куликовом поле, то вот хлеб, это было главное, основное богатство и самое основное состояние, которое, в общем, было основой хозяйства, основой торговли, которое ввело местное население в древнерусское время. Опять-таки, наука карпология позволила нам вычленить, дать соотношение тех зваковых культур, которые выращивали на Куликовом поле. Ну, здесь мы тоже не открываем с вами Америку, поскольку, действительно, как и в более лесных временах, в лесных территориях, но эта традиция потом перешла и к нам на Куликовом поле сюда. Это, конечно, треть всех культур, это была рожа. Почему именно рожа? Ну, вы знаете сами, что вплоть до начала 20-го века, даже до 30-х годов 20-го века, у нас господствовала в Центральной России примитивная сельскохозяйственная система трехпольной, да? Вот именно рож идеально подходила под эту трехпольную систему. Она при этой системе давала максимально стабильные и большие урожаи. Она была... рожа была нечувствительна к сорнякам, к перепадам температур, то есть это была та культура, которая позволяла в любом случае получить тот урожай, который помогал жить дальше. Ну, ячмень, овес, понятно, да, на втором месте. Остальные, собственно говоря, нам хорошо известные культуры, они все как бы, ну, в общем, достаточно традиционные, стандартные. Вот, ну, понятно, что выращивали пшеницу, которая действительно на черноземах тоже давала неплохие урожаи. Теперь коснемся несколько животноводства. Вот, я здесь специально при этом слайде представил вам очень интересный материал, который позволял там даже проникнуть вот в ту жизнь, которая была на Куликовом поле в то время, да? Вот здесь сидит Аня, которая счищала косточки, которые находятся от нас с вами слева. Она долго их чистила, грязно ругалась при этом. Но это оказались кости почти целого гуся, который специально, то ли специально положили в холодильник, то ли он туда упал, мы, конечно, этого не знаем, но тем не менее у нас в фондах музея-заповедника есть почти полный скелет гуся второй половины конца XIV века. А вот в яме, которая справа представлена, это остатки достаточно большого погреба. Видите, в нем есть центральная яма, в которой, видимо, ямы использованы для засолки рыбы. А вот чуть дальше сбоку, да, видите, такое черное пятно, это ледник. Ледник, который был вырыт в линзе песка. Его было достаточно тяжело выковыривать, исследовать, но тем не менее, когда мы уже почти дошли до дна, то сбоку увидели небольшое черное пятно. Как только попытались ножом прокворять эту стеночку, оказалось, что тут начали высыпаться мелкие косточки. И тогда просто взяли совковую лопату и весь грунт из этой боковой ниши просто высыпали в отдельные пакеты. Девчонки потом это все промыли, выбирая все мелочайшие косточки. Оказался молочный поросенок. Вот этот молочный поросенок замурован в стенку ледника, так называемая строительная жертва, с тем, чтобы, ну, наверное, здесь, так сказать, не портились продукты. То есть не пожалели молочного поросенка для того, чтобы, как бы, с точки зрения, так сказать, традиции того времени, да, оставить вот эту строительную жертву с тем, чтобы вот она охраняла те продукты питания, которые хранились в этом погребе. Ну, еще один очень интересный предмет, костяная больница, как мы предполагаем, сделана из косточки барана, полной косточки барана, с очень интересной резьбой. Это еще, конечно, говорит о косточном ремесле. Ну, не знаю, это привозная вещь, местная вещь. Но, тем не менее, вот сами по себе предметы достаточно очень интересны, и, видите, как покрытие такой очень мелкой-мелкой резьбой. То есть, в связи с еще одного использования костного материала, не только с точки зрения пищи, но и с точки зрения, как бы, самых разночных других поделок, из этого податного, в то же время твердого материала, который позволял создавать самые разлучные вещи, не только, как было, так сказать, ну, что называется, самое такое примитивное использование, это костяные руководки ножей, ну, и вот такие ажурные игольницы, которые, так сказать, были принадлежны женской принадлежности того времени. Ну, вот, если мы с вами возьмем раскопки, стационар раскопки одного из самых известных памятников на Куликовом поле, селища Крисовка-1, с этого селища было собрано почти 18 тысяч образцов костей. Это позволило нам представить достаточно подподробную информативную картину того, каким, так сказать, кто использовал все в пищу, на Куликовом поле и в каком соотношении. Ну, вот видите, да, как бы домашнее животноводство это абсолютное преобладание, то есть охота и рыбная ловля занимаются, соответственно, сопочиненное положение. То есть 86% это было домашнее скоповодство. Поэтому действительно вот те пространства, которые были на лесной степи, позволяли и, собственно, запускать значительные объемы сена и иметь, значит, обширные выпуски для того, чтобы пасти скот, который позволял получать значительную прибавку к растительной пище мясного происхождения для средневекового населения Куликового поля. Ну, опять-таки, здесь мы с вами видим, что, в общем, опять-таки, кто? Севедья и корова, да? Основные виды животных, которые выращивались на Куликовом поле. Что-то говоря, что и сейчас. Практически ничего не меняется. Ну, остальные все тоже традиционные, да? Вот 7% курица, но там еще были гуси и утки. То есть, как бы, мы видим стандартный двор, который мы и сейчас наблюдаем на территории нашей Тульской области, не только на территории нашей Тульской области. На кого охотились? Ну, тут уже более интересная картина. Ну, понятно, что основное – это те представители дикой фауны, которые давали максимальное количество мяса. Кто у нас это? Кабан и ось. Ну, не меньше косури, появляется овень. Сейчас овень на Куликовом поле нет. А тогда он проживал на Куликовом поле. То же самое касается куницы. То же самое касается и... Ну, здесь уже мы не могли представить, потому что это уже 100% до 0%. Но, тем не менее, на территорию Куликового поля было найдено несколько стиль медведя. То есть, медведи сюда заходили в то время, с более северных территорий. Достаточно очень интересное это было рыболовство. Дело все в том, что в Верховье рек и в Непряду, и в Локрультабу, и в Дон заходили они осетровые. Поэтому мы хорошо знаем из рязанских летописей, что, так сказать, вот на Верхнем Дону, а в Верхдону были, так сказать, у рязанских князей рыбные ловы и бортни. То есть, рыбные ловы, то есть, те осетровые цены в промысловом отношении народа рыб, они шли к княжескому рязанскому столу с Верхнего Дона. Именно оттуда. Поэтому мы, так сказать, вот рыбная ловля в достаточно низких местах была действительно очень профессионально развита. И мы находим массовые следы, вот не просто, как бы, сетевой рыбной ловли, остатками которой является вот рыболовный, глиняный грузиво. Тогда металл был очень дорогой, следец был тоже практически неизвестен. Но тем не менее, так сказать, вот для своих сетей средневековые рыбаки куликового поля использовали рыболовный грузиво. Но вот какая была рыба, можно посудить даже вот по этим острогам, да? Можно и такими кроколиво загарпулить на самом деле. Ну и массовым количеством встречаются рыболовные крючки. То есть рыбная ловля была достаточно доходным промыслом на куликовом поле. И мы имеем свидетельство от того, что действительно, так сказать, рыбы торговали, рыбу поставляли к княжескому столу в Рязань с верховьего дона. Ну вот, собственно говоря, мы имеем с вами, так сказать, как бы, то, что, чем питались, то, что, те, собственно говоря, хвостные останки, которые мы находим с вами на памятниках. Видите, что в основном, конечно, большую часть оставляет карп сазан. Ну и... А? Осетровых практически нет. Я объясняю, почему. Потому что осетры как продукт питания, не используются как продукт питания. Их сразу же отсылали в княжескому. Ну вот, видимо, да. Кусти осетровых встречаются, щитки осетровых встречаются, но не в большом количестве. Но, тем не менее, то, что, так сказать, сюда заходили на ненеси осетровых, это действительно факт. Коснемся ремесла. Очень интересная тема. Ну, как бы, тема моей диссертации. Надо сказать о том, что ремесло, как и везде, в сельской местности, на Куликовом поле, представлено своими двумя главными видами другими формами. Это гончарное производство и железноделательное кузнечное ремесло. Надо сказать о том, что действительно мы во время своих работ на Куликовом поле находились достаточно более десяти гончарных комплексов этого времени. И надо сказать о том, что действительно мы с вами столкнулись с разными технологиями, с разными конструкциями возведения теплотехнических сооружений, в которых происходило обжиг посуды. Конечно же, само место гончара практически нам неизвестно, поскольку деревянный круг и сама мастерская практически не оставляли после себя следов. А вот теплотехнические сооружения горные, гончарные горные, действительно нам хорошо, нами хорошо изучены. Но вот здесь представлена принципиальная схема, касающаяся гончарного горна. Видите, он был трехкамерным. Вот слева мы с вами видим длинную выносную топку, в которую закладывали длинные поленья, даже стволы деревьев. А потом располагалась вот такая вот с подпорным значит, было две камеры. Одна была камера обжигательная, в которую ставили горшки. И вторая камера это была, так сказать, камера, топочная камера, чтобы перегородка между ними горизонтально не рухнула, в центральной части эта камера, так сказать, топочная камера имела подпорный столб или стенку, так называемый черень. А горячий воздух из топки поступал через специальные отверстия продухи, вот такие отверстия, уже в тот, так сказать, объем, где столица посуды для самого обжига. Надо сказать о том, что действительно было очень интересно раскапывать эти сооружения, поскольку мы нашли, когда раскапывали первые горны, нашли такие, ну, вертикальные заполненные углем столбы в теле этих сооружений. Оказалось, что первоначально мастер Гончар создавал, так сказать, каркас будущего горна из пручьев, из листов, в сухе. Это все потом обмазывалось глиной и прокаливалось. Естественно, глина приобретала твердость камня, а каркас выгорал, вот эти каналы нам удалось проследить, и столбики от этих жердевых каркасов удалось проследить, и в самом теле сохранившихся горнов, и непосредственно на, так сказать, под самими печами, где они втыкались в земли, для того, чтобы создать будущий каркас. Ну, посуда была самая разнообразная, от корчак до мисок, надо сказать о том, что не всякую глину использовали гончары того времени, а только хорошо известны сине-калиновые глины, которые при обжиге давали в основном беложгущейся глины, то есть керамика приобретала белый цвет, и, собственно говоря, вот самая разнообразная форма посуды, надо сказать о том, что действительно производились местными гончарами, в том числе уже на более позднем этапе, в золотоордынский период, видимо, проникали новые формы посуды со стороны из ордынских земель, из болгарских земель, поэтому появляются вот такие кувшины, появляются своеобразные сосуды, которые мало имеют традиции в нашей славянской керамической традиции, поэтому вот эта посуда была привнесена нам, появляются такие специальные светильники, очень небольшие, маленькие, это вот то, что приходило к нам из золотой орды. Продолжение следует... Продолжение следует...